20 век можно с уверенностью назвать временем технического прогресса. Действительно было большое количество разных открытий, в том числе и научно-технических. Пик прогресса пришелся на 70-е-80-е годы в период гонки технологий между СССР и США. У обеих стран было большое количество секретных проектов, но сегодня поговорим о секретной разработке Советского Союза под кодовым названием «Целина». Высшее руководство страны заинтересовалось идеей создания такого транспортера, который мог бы добраться в любое место Советского Союза. Так и появился МАЗ-7904. Основными требованиями было наличие колесного хода и грузоподъемности в 200 тонн. Требования были учтены, работа выполнена. Получившаяся машина просто не имела аналогов во всем мире. Вес транспортера составлял 140 тонн. В движение он приводился двумя двигателями. Основным стал судовой 12-цилиндровый V-образный М350 на 1500 л.с., а в паре с ним работал ЯМЗ-238Ф на 330 л.с. От него запитывались вспомогательные бортовые системы. В СССР в то время не было технологий, с помощью которых можно было бы изготовить нужные покрышки. Именно поэтому они были заказаны в Японии, якобы для монтажа на самосвал. Требовалось сохранять полнейшую секретность, но испытания проводить надо было. Они велись недалеко от Минска и только ночью. Предварительно небо над местностью сканировалось на предмет отсутствия секретных заграничных спутников. Уже скоро стали явными чрезмерные трудозатраты, и поэтому секретную машину перебазировали в Казахстан, где испытания продолжились и вскоре были завершены. Увы, но удачными их назвать было никак нельзя. Грузоподъемность оказалась далека от требуемой. Максимальная скорость была слишком маленькой, а на бездорожье транспортер вел себя и того хуже. Однако даже несмотря на неудачные испытания, все, кто был задействован в проекте, удостоились дорогостоящих подарков и привилегий до достижения мирового масштаба.